всем привет сегодня поговорим про урана его проработку и сразу две хорошие новости первое вы смотрите канал по астрологии а это уже проработка урана второе вы смотрите его на ютубе и это тоже тема урана смотрите как мы хорошо начинаем но это не все большинство из вас кто смотрит это видео живет в россии или имеет к ней какое-то отношение а это страна водолея где управитель уран и энергии урана в этой стране сильнее чем скажем так в других точках мира далее мы входим в эру водолея эра водолея снова таки управитель уран и эти энергии становятся все более и более преобладающими и прямо с каждым годом заметнее как транзит урана проигрывается все более четко и сильнее поэтому узнать что это из-за энергии как их прорабатывать очень актуально в современном мире и тем более если вы живете в россии уж совсем будет правильно если у вас сильно акцентированный уран в гороскопе он стационарном соединении с какой-то планеты или вы работаете в уранической сфере например там оружие айти астрология инженерия электричество например там и так далее то есть на самом деле их много вообще чтобы понять какие сферы уранические надо посмотреть на историю россии это где мы преуспели потому что это так называемая тхарма это тот путь который следует идти россии потому что здесь и будет улыбаться удача например уран отвечает за оружие и какая страна дала миру самый известный автомат чья фамилия самая известная в мире благодаря этому все очень просто да вот или например тема космоса идет под ураном кто первого то первый запустил до человека в космос кто-то до сих пор запускают туда ракеты это мы или там например тема электричества электростанции атомная например первая электростанция на появилась догадайтесь какой стране ну или например сфера айти и здесь мы страна у которой есть не только там свой поисковик яндекс например или собственной сети типа контакты одноклассников или один из самых известных мессенджеров мире telegram который создал уроженец россии да там дуров вот даже google который самая известная поисковая система в мире и один из ее сооснователей имеет в том числе русские корни понимаете это сила водолея и сила в нашей стране этой энергии еще раз скажу она превалирующая поэтому здесь надо с ней дружить потому что еще одна тема ура на этой революции вот и какая страна первой в мире попыталась построить коммунизм или например из грязи в князи это кстати тема той же революции уран может дать быстрый подъем и в свое время после 1917 года кто был никем 100 тот стал всем понимаете да потом картина повторилась 90-е годы когда советский союз распался и те кто понял что пришло новое время воспользоваться этим стали до крупными бизнесменами которые живы там по сей день но правда не все не все они дожили до сейчас вот это быстрый старт по урану он проигрывается через айтишников конечно же то есть вы создаете какое-то приложение какую-то идею да и вы очень короткие сроки можете выставились если эта идея найдет поддержку просто будут там миллионы пользователей соответственно ваш бюджет тоже пополнится миллионами а в некоторых случаях миллиардами вот здесь ура очень силен и снова таки почему для россии страны водолея это особо важной энергии вот вот как его прорабатывать но начнем с неожиданной темы это стрельбы о чем обычно астрологи забывают уран любит все быстро и резко и поэтому под ним идет все огнестрельное оружие метательное и это на самом деле довольно важная тема вот если посмотреть истории с болдуным который имеет стационарный уран гороскопе и случайно застрелил оператора и ранил режиссера и я людям с такой позиции иногда советую на консультациях стрелять уметь обращаться с оружием иметь дома огнестрельное или какое-то метательное оружие потому что при таком гороскопе при стационарном уране это важно потому что именно вот такие истории с болдуным они характерны именно для обладателей стационарного рана но возьмем историю из российской истории это игорь тальков который был погиб от огнестрела на концерте тоже при очень странных обстоятельствах надо учиться с этим всем обращаться и вот если болдун бы знал базовые правила владения оружием а именно никогда даже в шутку не направлять оружие на другого человека даже если ты знаешь что она не заряжена и уж тем более не нажимать на курок и так далее то есть с точки зрения классических правил пользования оружия он нарушил право потому что чтобы застрелить оператора и ранить режиссера он должен был целенаправленно в них целиться понимаете даже если он не знал что оружие да там думал что оружие там не заряжены или заряженная там холостыми это недопустимо вот если бы он пользовался оружием реально бы там сам практиковал он бы знал это право и так бы не делал но он его не знал именно с такими людьми происходит именно такие истории но плюс авиакрушение поэтому для них самый такой базовый оберег это на самом деле наличие реального оружия дома и умение им пользоваться это база вот но мало кто в нашей стране скажем так это делает но к строк я должен дать такой совет тут у меня самого есть метательное оружие дома вот поэтому базовая вот история далее эта тема все что связано с айти современном мире то есть уран качается через пользу современных гаджетов социальных сетей того же ютуба например документа видео хостинга использование о бок в общем надо дружить с эти темы чем больше вас не дружите тем сильнее качаются ваш уран далее эта тема которая вышла из айти это фриланс обратите внимание что именно айтишники стали вот здесь главным таким мейнстримом почему потому что они работают в уранической сфере а ураническая сфера любит а свободу б новые впечатления и изначально они начали заявлять что не нужно работать в офисах а нужно работать дома так больше свободы там и тогда т.д. т.п. а потом они пришли к выводу что можно работать из любой точки мира и надо менять места чтобы не было монотонно скучно как дома понимаете да и сейчас это даже получила отдельное название называется цифровые кочевники вот я их называют цыгане 20 потому что ничего нового на самом деле нет все это и старая потому что особенно когда в эту тему помимо айтишников ливу лились и творческие люди эзотерики там коучеры там и так далее но это вот прям стало такое движение но эру водоле это нормально так и должно быть потому что это темы урана получения новых впечатлений и образование групп таборов до часы конечно не табр а сообщества понимать надо да вот и эти сообщества они разрастаются на очень разных темах это тема 11 дома дома урана ну например там вокруг йоги люди объединяются вокруг астрологии например да вокруг каких-то там айти сообществом и так далее то есть вот люди группируются не по национальному признаку там не по религиозному как правило так далее а вот они кучкуется по интересам это уранические темы ну вот а таки абсолютно ураническая история это еще одна способ прокачать уран быть членом какой-нибудь вот такой группы по интересам вот но еще более круто ее качать если вы там массовых затейник потому что тема водолеет еще движение создания какого-то общей движухи желательно развлекательного типа я честно говоря в своей жизни кажется прошел все стадии урана потому что я свое время продавал компьютеры потом я стал айтишником интернет-магазине потом я перешел на фриланс занялся стрельбой и звука после чего понял что стрельбой звука благодаря собственному гороскопу могут заниматься и другие под моим как так сказать чутким руководством создал развлекательные мероприятия с этой целью ну и конечно же почему я сюда потому что я уже к этому времени увлекался астрологии потому что к этому тему к этой ну к этому времени уран мне уже был довольно прилично прокачен то есть все объединяется 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 да и вот сейчас меня смотрите на ю тубе потому что это тоже тема урана уран 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 везде хотя в моем гороскопе он вообще на в двенадцатом доме среднеселей на это как бы не самая сильная позиция урана вот но планеты можно качать то есть если вы в этой деятельности много-много туда вкладываете сил него постоянно там как-то продвигаетесь влияние этой планеты начинает усиливаться понимаете то есть все на самом деле довольно просто и вот фриланс на самом деле это тема как где ну из моего опыта где более всего качается уран это вот эта тема свободы но здесь выявляются и проблемы урана как вот эта тема свободного графика это когда на тому никто не стоит ты сам себе вроде бы хозяин ты должен сам планировать свой день и так далее вот сейчас у меня знакомый выходит на фриланс и пока это настоящая борьба понимаете потому что выяснилось что очень много времени уходит непонятно на что потому что те никто не контролирует и на самом деле все появляется много соблазнов посмотреть сериальчики позаниматься какой-нибудь фигней с кем-нибудь пообщаться по залепать в сетях и т.д. и т.п. и это очень вредит работе здесь тема самодисциплина одна из ключевых на самом деле переработки урана потому что урана может быть много всяких интересных идей но если у вас нет дисциплины если у вас нет плана ведь в древности водолеем управлял сатурн когда не знали урана то есть это тема на самом деле выстраивание границ только по урану новых границ не удержание старых а выстраивание новых это очень сильно прокачивает эту тему ну и конечно же когда вы занимаетесь например астрологии до уранической темы и там айти и так далее у вас неизбежно будет нарастать чувство свободы что уран любит свободу вот независимости на напомнить что солнце водолеев падения это значит не признание авторитетов вам неважно уже будет тучу сказал у вас там появится собственное мнение то что происходит в интернете там у всех собственное мнение и поэтому там постоянный срач него там нет неперерекаемых авторитетов и так далее вот и поэтому если вы качаете уронические темы вот снова таки занимаетесь той же самой астрологии вы неизбежно к со временем придете к теме фриланса свободного графика там отстаивание кого-то своего мнения привнесение чего-нибудь новенького и так далее вот или но я тоже где-то в своем видео уже приводил пример что например те же астрологи вот это очень яркий пример у уронических энергий они где-то в 95 процентах случаях работают сами на себя это независимые люди то есть где-то только пять процентов работают по чем-то руководством например куратора на каких-то курсов там и так далее но в массе своей большой своей массе каждый астролог это независимый человек у которого нет никаких начальников у него столько там свободный график у него свои там за взаимодействие с клиентами да там и так далее т.д. т.п. вот то есть это вот тема уроническая абсолютно уроническая тема предсказаний попыток увидеть там будущее там они активно сейчас идут в интернет может это как астрологи это та же самая на самом деле энергия только там принимающие другие формы поэтому когда вы занимаетесь темами урана вы должны понять что вы не зави ну в любом случае будете качать вот эту независимость а это не всегда может понравиться вашему нынешнему руководству возможно вашим родственникам возможно вашей второй половине там ли еще что-то да то есть здесь надо понять что у любой медали есть вторая сторона вот и ураническая деятельность она довольно специфическое на самом деле почти всегда это люди очень специфических взглядов видов деятельности и там подобных людей да и вот то есть вот это надо четко понимать но все же надо помнить что качать энергии урана довольно хорошо потому что в современном мире они крайне актуальны и и второе у есть вот этот главный такой приятный момент по урану что он они могут дать резкий взлет в жизни с фисово фиксации этот еще раз современный мир айти например на когда идет подъем человек достигает высоты он там фиксирует этот результат и в российской культуре это очень ярко выражена вот задорнов любил рассказывать эту сказку про конька горбунка когда в одно ухо ввозишь другого уже гораздо лучшем облике вылазишь и у нас есть очень много оборотов речи специально для этих случаев хотя вроде бы случае не такие частые до из грязи в конязи был никем стал всем и так далее потому что это такая невольная мечта русского человека быстром подъеме потому что страна урана и иногда конечно играть с ним злую шутку потому что финансовые пирамиды у нас будут жить всегда вот недавно какую-то там финик прикрыли до этого у нас был дважды ммм причем не всегда нравится эта история дважды ммм потому что в первый раз вроде бы все типа обожгли стипа все все поняли и второй раз и ммм появился туда все снова ринулись потому что это извечная мечта русского человека о быстром подъеме наверх ну так а вот энергии но вот так вот надеюсь мое видео было интересным и полезным для вас всем удачи подписывайтесь и а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok